И да, это продолжение темы Музея изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина, который находится в Москве. Но перед рассмотрением значения самого предмета скажу, что ещё во времена учёбы в школе я заметил в одной из книг, посвящённых древнему шумеру, я заметил нечто похожее на танк или на передвижную башню, и мне это стало странно. С одной стороны, да, мне это стало странно, я как-то, ну, ну, всё здесь странно, понимаете, как бы древний шумер, древняя Ассирия сейчас предоставляется в официальных учебниках, так или иначе, если и не как совсем примитивное что-то, то как заря цивилизации, где всё ещё только начиналось. И, соответственно, вообще тогда не совсем понятно, какие дома были и так дальше. А тут получается, что для штурма городских стен сооружались целые многоэтажные башни, что значит, что и городские стены были многоэтажными, что, соответственно, показывает, что, в принципе, древний шумер по своей цивилизационной характеристике ненамного отличался, допустим, от Средневековья, в котором, в принципе, такие же замки и иногда даже намного меньше присутствовали. И всё это, хоть и навело меня тогда на такого рода размышления, но как-то не имея, ну, ни цели, наверное, дальше развивать эту тему ни дополнительных данных, тогда я, в принципе, согласился, что, ну, ладно, как бы, ну, было и было, что с этим, как бы, делать дальше. Дальше мне попадались уже даже разные по времени и разные по стилистике изображения данных осадных башен. Я уже использовал их в тексте, где я показывал, приводил древние предметы, не согласующиеся с нынешним представлением о технической примитивности древних. И вот, когда я изучал, что же находится из шумерской, из ассирийской, бавилонянской коллекции в Московском музее изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина, моему вниманию попалась копия очередного месопотамского... Месопотамия — это как бы межеречие, межеречие тигра и ефрата. Так во многих специальных трудах по истории шумера и аккада называется весь регион между тигром и ефратом. В принципе, это нынешний Ирак и регионы к нему прилегающие. И вот оттуда еще один рельеф, на котором изображена осадная башня. Осадная башня многоэтажная. Тяжело сказать, сколько здесь этажей. Однако, по верху видно, что там, кроме того, что она многоэтажная, она еще достаточно широкая. То есть, это нечто намного могущественнее нынешнего танка. То, что спереди, в литературе обозначается как таран для городских ворот и городских стен. Но, честно говоря, это больше похоже на дуло современного обычного танка. Я не утверждаю, что шумеры стреляли современными танковыми снарядами, ракетами, боеголовками, еще чем-то таким. Но присмотритесь к этому сами. Все здесь выглядит достаточно странно. Если это таран для городских стен, то, соответственно, как его должны были приводить в действие? Если предположить, что внизу, в основании башни, в районе колес, находятся или кони, или толпы рабов, и они эту башню со скрежетом зубов, и смывая собственным потом, они ее двигают вперед, то, соответственно, когда они подойдут к городской стене, они максимум об нее легонько ударятся и остановятся. Не сможет башня, приводимая в действие конем, ну, точнее, конями или людьми, не сможет достигнуть нужной скорости, чтобы с нужной силой ударить по городской стене. Она просто об нее будет останавливаться. И городской стене от этого ничего серьезного не будет. Максимум, незначительные колебания возникнут. А если же предположить, что вот это то, что похоже на дуло, каким-то путем раскачивалось, как язык у колокола, который раскачивается от стенки к стенке, так можно предположить, что внутри осадной башни, допустим, было огромное расстояние, и они этот колокол раскачивали, тянули в одну сторону и ударяли по стене с другой стороны. Ну, вообще-то здесь нет никаких намеков на такую технологию. Это технология стандартного тарана, как, в принципе, использовали в позднем средневековье. Единственное, что в позднем средневековье тараны были намного меньше, и ворота, крепостей, городов, замков были намного меньше, и поэтому их в действительности, раскачивая, люди могли использовать. Здесь, как данная штука использовалась, вообще непонятно. Дальше. Есть ряд рельефов, где показано, что такая штука находится на городской стене, и там эта городская стена разрушена. Ну, мягко говоря, это не туда, не сюда. Из таких изображений четко нельзя сделать вывод, как же оно всё-таки приводилось в движение, каким путём оно ударяло по стене и так дальше. Я предполагаю, что эта технология нечто типа ерехонских труб. Возможно, эти танки сделаны именно в стиле каргокульта. Что такое каргокульт, я не буду здесь детально рассказывать. Сами введите в YouTube или в любом другом поисковике, и вам откроется. По сути дела, каргокульт, если коротко, то это использование неких предметов, похожих на древние технологии. Своего рода это имитация древних технологий или высоких технологий, если в случае с каргокультами, возникшими в 20-м столетии, имитация высоких технологий с помощью подручных предметов примитивного какого-то общества. Так и здесь, почему бы не представить, что или в каких-то древних источниках, или как шумеры, акации, или кто-то связанный с ними, увидел некие орудия, похожие на танки. Ведь, в принципе, нечто похожее на танк присутствует и в египетских иероглифах. Итак, они могли увидеть нечто похожее на танк, но поскольку у них не было достаточного количества знаний, умений и нужных технологий, чтобы создать нечто типа нынешнего танка, они создавали передвижные осадные башни, а для того, чтобы использовать центральное орудие этих танков, они его изготовляли таким путём, что по принципу действия оно было аналогично иерихонским трубам. Просто иерихонских труб было много, а здесь, возможно, или дуло огромное количество человек в эту трубу, или, может быть, там был какой-то механизм, я не знаю. Но можно предположить, что именно звук, исходящий из этой трубы, и разрушал стены. Ну и дальше его, соответственно, просовывали в то место, которое образовалось в тене, чтобы дальше разрушать город. Конечно, эта тема требует дальнейшего изучения. Конечно, не исключу, что на каких-то ранних этапах это было обычным просто стволом дула, как у нынешних танков. Не исключу, что там мог быть и какой-то совершенно другой принцип действия. Например, передвижные осадные башни, они использовались и казаками уже в намного более позднее время. Но передвижные осадные башни казаков, они были намного меньше. Здесь же это по-настоящему башня именно. Если у казаков была просто конструкция из брёвен с колёсами, которую и легко было двигать, и которая, если и получит повреждения, то ничего страшного в конце концов, брёвен ещё много можно ещё сделать, то это, присмотритесь, это просто огромный небоскрёб. Это просто небоскрёб, который передвигается. То есть подумайте, насколько нужно было качественно это изготавливать, чтобы, во-первых, оно передвигалось и не рассыпалось. Чтобы оно передвигалось и не рассыпалось, и было достаточно мощным, достаточно крепким в битве. Потому что также нужно понимать, что если на такой штуке шли нападать на город, соответственно, те, кто защищали город, должны были что-то придумать. И если это чисто деревянным будет сооружение, то самый простой вариант – это полить его чем-то горючим и поджечь. Благо, с тем, чтобы найти нечто горючее, в Шумере и Акадзе всегда было очень просто. Там до сих пор практически на поверхности находится месторождение нефти, и её там использовали с древних времён. Таким путём, если бы это была конструкция чисто деревянная, то, соответственно, её поджечь было бы очень просто. И, ну, просто было бы нерентабельно изготавливать такие махины, которые и двигать-то тяжело, но которые сгорают достаточно быстро и достаточно просто. Конечно, всё это снова требует дальнейшего детального изучения, и нужно разобраться с тем, чем это приводилось в движение, как они тормозили, как они эту штуку поднимали, если не ровная поверхность. Но пока просто предоставляю кадры с данной штуковиной. Суть в том, что на множестве древних ассирийских, вавилонянских, акадских рельефах, на которых присутствует изображение данных осадных башен, есть намеренные искажения. Это не в духе поиска динозавров на средневековых картинах, это в духе объяснения очевидного. И для тех людей, которые знакомы с искусством, возможно, данное объяснение будет не новым, или же даже вообще не интересным. Для тех же людей, которые немного не ознакомы, что размер данных осадных башен желательно оценивать не по соотношению с размерами людей, а по соотношению с размерами городских стен. Если мы возьмём тот рельеф ассирийского происхождения, который хранится в Музее изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве, на нём вообще присутствует такая интересность, ввиду которой фигуры людей больше фигур городских стен. Ну и, соответственно, больше, чем данная осадная штуковина. Естественно, нужно понимать правильно. Не было древних крепостей, которые были похожи на игрушечные домики, которые были бы человеку по пояс. Просто, когда речь шла о изображении осады того или иного города, была определённая целесообразность в том, чтобы людей изображать не малюсеньких, а в том, чтобы, допустим, отобразить. Вот есть город, вот к нему подъезжает осадная башня, вот из осадной башни вылазят воины, которые стреляют и которые на этот город нападают. Вот, соответственно, есть воины, жители, правители города, которые город от нападающих обороняют. А также, если мы осадную башню осмотрим, то мы поймём, что вот так вылазить из её крыши, как это показано на рельефе, в реальности люди не могли. В реальности наверху осадной башни есть окна, и именно через эти окна люди и могли действовать. В других её местах также есть окна, также, то есть, можно, предположительно понимая соотношение этих окон, рассчитать её размер. Размер здесь никак не меньше двух-трёх этажей. Никак не меньше двух-трёх этажей, и по моим оценкам это в районе шести-семи этажей. Шести-семи этажей – это учитывая ряд параметров, но я не буду на этом настаивать. Просто почему я говорю, что не может быть меньше двух, это по соответствующим соотношениям размеров осадной башни с городскими стенами, плюс по соответствующим расчётам, какими могли быть окна для удобного ведения осадных действий. Также, сделав ряд других предварительных расчётов, учитывая описания, которые доступны в разнообразных, существующих на нынешний момент, переведённых на славянские языки, а, как правило, на российский язык древнеассирийских источников. Основываясь на всём этом, я и прихожу к предположительным размерам данных башен. Но также, чтобы не было в мою сторону обвинений в натянутости, в сторону увеличения, я даю просто нижний предел, ниже которого уж точно не может быть. А больше которого, ну, больше 12 этажей тоже не может быть, по ряду уже других параметров. То есть, так мы приблизительно сопоставляем размеры. Также я хочу сказать, что именно те изображения осадных башен, которые доступны, они есть как бы нескольких видов. Из чего можно сделать или о эволюции данных осадных башен, или о том, что несколько типов осадной техники параллельно использовались. А может быть и так, и так. Возможно, сначала были изготовлены один из видов осадных башен, потом на смену ему постепенно подходил второй, но параллельно использовались ещё и старые модели. Какие здесь старые, какие новые, установить однозначно тяжело. На эту тему я, допустим, общался с одним профессором истории. По его мнению, те башни, которые именно меньше размера, спереди вместо орудия, у которых присутствует копьё, это как бы древняя версия, а вот те башни, которые огромные, и у которых спереди, не пойми, ни то дуло, ни то таран, это как бы более позднего происхождения. Я считаю наоборот. Я считаю, что как раз огромные башни, они и стали данью карго-культа, данью знаний о древней высокотехнологичной технике. В тех или иных источниках, а мы знаем, что у шумеров эти источники были, мы знаем, что есть тексты авторства Бероса, который описывает десятка-стотысячелетнюю историю шумерских правителей, где описываются совершенно не вписывающиеся в нынешнюю историческую концепцию данные, но тем не менее данные, которым можно найти реальные исторические доказательства. Соответственно, большая часть этих описаний касается не нынешней цивилизации, цивилизации Кали-Юги, а именно предыдущей цивилизации. Это также была человеческая цивилизация, просто эпоха была чуть другая. И, в частности, использовались высокотехничные устройства. В частности, были и военные машины, сопоставимые с нынешними танками. И, соответственно, когда сирийские цари изготавливали из доступных им материалов некие подобия таких машин, они хотели в первую очередь показать свое уподобление тем древним великим правителям, на которых они ориентировались. Плюс они хотели нагнать страх на своих врагов, которые также имели доступ к тем же древним источникам, и могли решить, что это вот именно та машина, которая описывалась в древних текстах. Но позднее, когда они увидели чрезвычайную непрактичность таких огромных осадных башен, просто подумайте, помыслите на эту тему. Это огромная осадная башня в размер обычной башни-замка, передвижная башня. Кстати, вот в шахматы, если вы играете, игра достаточно нормальная. И из всех существующих игр, я считаю, наверное, самая лучшая. Но в шахматах также есть фигура, которая называется башней, но почему-то двигается. Не отсюда вали это. Пока к данному выводу я вас не призываю, просто это мои размышления. И на ранних этапах башни показали свою непрактичность, неэффективность. Поэтому была сделана мелкая версия данных башен, где спереди копье, и это уже не башня, это в размер до двухэтажного здания. И вот такая штука, в ней внутри находились воины. Её как бы крыша и стены защищали, защищали, ну, защищала воинов от попадания снарядов. Ну, тогда и снарядов не так много было. В основном от попадания копий, от попадания стрел, мечей. И в таком виде они шли штурмовать стены, или шли насаживать на вот то самое длинное копье, торчащее у них спереди, воинов вражеской армии. Вот такая осадная машина, она намного эффективней, намного целесообразней, чем передвижная башня. А мелкую осадную машинку можно использовать и, соответственно, просто в бою с армией, и при штурме стен, когда нужно расковерять стены или ворота, и во многих других целях. Ну и просто для нагнания страха она тоже действовала, особенно если издалека смотреть, что вот такие вот башни идут в сторону города. Такие мои размышления на данную тему. Если у вас есть что опровергнуть, что дополнить и так далее, соответственно, пишите. Если нет, по крайней мере поделитесь данным видео, ведь вы посмотрели, а значит удовлетворили свой интерес или другие какие-то потребности. Вы не будьте паразитами, потому что паразитам одна дорога и не очень приятная. Поэтому успехов вам в другой дороге, на дороге к совершенству. А для этого прошу поделиться моим видео и прошу перейти на канал, изучить другие видео, ну и совершенствоваться. Успехов!